здравствуйте вы на канале урал спецтранцы сегодня мы с константином про сделаем небольшой обзор про лесовоз на шасси нового поколения уралнекс с кран манипуляторной установкой он т.л. 97 производства велмаши здравствуйте константин добрый день мы уже не первый раз рассказываем про лесовоза но именно в такой комплектации у нас он впервые да по моему на самом первом выпуске где мы писали про вахту или протягачили там один из посетителей нашей рубрики как раз спрашивал когда будет лесовоз next вот дождались и заказали у нас лесовоз next манипулятор впервые манипулятор пл 97 он тогда еще назывался пл 97 я увидел в 2004 году но хотя их делали еще до этого увидел я его на заводе непосредственно то есть ездил на завод великие луки манипулятор вот я визуально смотрю и по отзывам клиентов то есть он меняется в лучшую сторону первое время помню были нарекания и по колонне были случаи поломки колонны и по основанию то есть основание трещало потому что вот мы в прошлый раз обозревали по моему итальянца и с f85 мы обозревали а и псевдон и псевдон там основание были литые здесь основание значит сварное любой сварной швов шов это концентратор напряжения то есть были случаи основание трещало поскольку там внутри залито масло колонию там видно окошечки мерные вот верхняя кошечка нижняя кошечка то есть это уровень масла то маслица периодически кое из каких швов сварных выбегала вот сейчас я вижу то есть тут уже варят похоже основание даже не люди судя по качеству сварных швов и вот последние три года я наверное уже вообще не слышал никаких нареканий по вот связаны с основанием стоит здесь гидравлика шведская норд гидравлик очень удобная функция вот этот капюшон наверху раскладывать конечно он от дождя не спасет ну допустим от ветра определенные удобства и комфорт водителя он создает предыдущие модели мы смотрели манипулятор в м10 л там я обращал внимание то что гидроцилиндр был защищен шток гидроцилиндра был защищен защитой специально здесь пошли другим путем здесь просто гидроцилиндр перевернули в принципе если какое-то воздействие идет от леса то она пойдет не на шток на зеркальный а собственно на сам цилиндр и по большому счету большого вреда нанести не должно здесь вручное выдвижение вот у этой модели то есть он сторону выдвигается вручную достаточно легко переворачиваться вручную есть модификация о которой внутри значит балки стоит гидроцилиндр дополнительный который гидравлические опоры раздвигает также есть модификация с копиром то есть возможность при заднем при заднем монтаже манипулятора на задний сфер с машины значит опора будет поворачиваться по этому копиру вот в полицу они ездят все это подымают да то есть обратно и поднимают надвигают а вот если бы не было здесь бака или его двинут или манипулятор двинут а вот смотри сколько места очень нельзя манипулятор сюда подвинуть все задвинул его он в габаритах а чтобы лапу поднял просто есть такие места которые нету там вот этих вот оврагов ну ровно скажем так дорогу задвинул все не надо корячку поднимать бак мешает только место вот люди просто вот это все переделать переносит той стороны тоже там ресивер это попадает ресивер убирают понятно каждый раз поднимаешь можно ли задвигать но не поднимать саму лапу если это в лесу где нет пеньков где ровная дорога если он уверен что он не оторвет эту лапу то можно опять же если ты в городе и опустишь а здесь у тебя будет ну вот в данном случае здесь топливный бак стоит у тебя не говорит будет по ширине то есть теоретически можешь опустить вниз но ты должна задвинуть вот сюда опору а бак можно сместить тогда если место позволяет данный бак так уже не сместишь здесь запасное колесо на должно откидываться но здесь собственно ресивера то есть сюда его тоже ну можно бак меньшего объема можно умельцы делают но а сам манипулятор вот здесь очень большое расстояние которое вот ну свободное ну про расстояние если вы или подвинуть мы в своем монтаже имеем право руководствоваться теми советами рекомендациями которые нам дает зовут изготовитель манипулятора завод изготовитель 6 прежде всего это нагрузки по осям то есть развесовки определенные и устойчивость то есть вот вот это положение манипулятор она регламентирована не нашими желаниями а именно оптимизация этих нагрузок устойчивость при движении манипулятора вперед даже если мы уберем запаску даже если мы там грейфер как-то по-другому сложим у нас будет перегружаться передняя ось а смысла назад двигать манипулятор здесь вот особо нет обычно наоборот всегда сдвинем манипулятор вперед чтобы у нас кузов подлиньше был как бы чтобы вот этого места здесь достаточно оптимально тут заводская стоит штатная старт штатный запускной держатель колеса и запаска потом вот видишь опять же манипулятор на штатном крепление грейфер грейфер подвешен если мы в данном случае сдвинем вперед он просто заденет кабину можно было конечно его поднять повыше раскрыть челюсти сдвинуть грейфер назад но ищем оптимальные варианты компромиссов это уже наши сделали подножку видишь подножку да а для чего подножка вот для чего раз и полез вот смотри ручка тоже наши сделали на данной машине установлен насос по-моему чешский или итальянский точно не знаю фирма написано о н фб о н фб латинскими буквами в интернете можно посмотреть через кардан он соединен вообще раньше завод в комплектации с манипуляторами поступлял насосы либо пневмострой машины аксиально плунженные либо шахтинского завода hydroprio сейчас манипулятор идет в базовой комплектации без насоса поэтому мы здесь уже сами ставим насос сами закупаем в зависимости от шасси и от коробки отбора мощности 4 поворотных цилиндра на основании на значит на поворот манипулятора у некоторых манипуляторов два цилиндра здесь четыре цилиндра соответственно две рейки на 6 7 то есть сделано для чего уменьшить нагрузки на зубчатый венец ну и на саму рейку и увеличить скорость поворота манипулятора ротатор здесь стоит болт ротор но недавно уже завод ставят эти ротаторы все нормально зарекомендовали дрейфер и всю металлоконструкцию завод делает сам в 2004 году опять же когда я был на заводе штоки и цилиндры покупались отдельно непосредственно заводе делались тогда покупались итальянские завод вот еще делать манипуляторы но для леса классические в МТЛ-70 но их меньше производится меньше продается более мощные модели делается в МТЛ-120 вот они они как раз Z-образные акцентирую внимание в сравнении с нашими конкурентами мне наши конструктора давали анализ у нас где-то процентов на 30-40 больше железа в самой площадке ну то есть она конечно стало тяжелее от этого но она выигрывает по прочности сам коник достаточно мощный значит чем что происходит со временем у лесовозного коника его вот так вот выгибает то есть края коника значит под действием тяжести леса не опускается чтобы здесь этого не происходило но сам коник сделан достаточно мощный плюс значит вот здесь варена специальная пластина вот ее видно и значит снизу коника так называемые лыжи то есть при повороте при давлении сверху значит нагружка помимо того что она передается через центральную тумбу она передается еще через эти лыжи на эту пластину значит снизу эта пластина она имеет специальные ребра жесткости вот они вот которые непосредственно соединены с рамой я видел площадки наших конкурентов в том числе мяски площадки то есть они вот это вот стараются делать стараются копировать но они или до конца не понимают смысл всей конкуренте до смысл выселения либо ну не хотят понять то есть которые валят варят пластину и туда пусть между почему-то усилители не делали с рамой не соединяет некоторые здесь ну металл какой-то тонкий диагон понятно то есть старается удешевить конструкцию где-то выигрывает у нас по цене но в конечном итоге проигрывает ли значит еще особенность у нас площадке это непосредственно крепление самого конника самой площадке то есть помимо того что у нас есть ну палец собственно вот центрально то видно сверху черный да у нас значит еще стоит круглая втулка то есть нагрузки как бы дополнительно передаются и через втулку и через палец как правило вот с помощью дополнительной втулки никто из конкурентов нас не изготавливает просто палец и все возможность крепления крестообразной сцепки ну то есть когда роспуск подхлыст и значит необходимо чтобы рулежная сцепка роспуска шла по колее с тягачок значит еще одна особенность кто будет заказывать у нас лесовоз и вообще неважно где уралаз полностью перешел на фаркопы нового образца которые не позволяют подсоединять лесовозный распуска со старым типом значит присоединение так называемое кольцо вот здесь мы уже поменяли на фаркоп старого образца лесники почему любят он позволяет роспуску собственно во всех неимоверных положениях идти за машиной новые фаркопы они ограничивают угол углы дышла собственно его просто выламывает гнет то есть он для леса он не годится коробка затестная значит сразу видно характерным ребрам жесткости по внешнему виду она ведь от емзовской коробки отличается но ты надо снизу залезть так куда силой скажем так достаточно красиво аккуратно емзовская коробка такая погрубей выполнена приливы там такие более плавные здесь коробка на такая аккуратней немецкая значит плавнее она легче это процентов на тридцать нашей коробки по идее по-хорошему вот сюда надо было что-то привязать какую-то резинку мягкую потому что водитель вот несколько раз откроет во все равно здесь обберется вот он новый двигатель значит рядная шестерка совместная разработка с австрийцами новые корпуса поставил по построенной ярославле были под этот двигатель значит я скажу что в целом отзывы по нему хорошие есть конечно и косяки они всегда случаются со всеми движками случается но общие отзывы по этому двигателю положительные то есть он кушает меньше работает тише значит вот если верить производителю то заявленный срок эксплуатации у него миллион километров на этом движке увеличенное межсервисное обслуживание до пятнадцати тысяч удобно его обслуживать места много но это действительно плюс что есть но машины которым неудобно неудобно подобраться где-то к узлам агрегатам здесь принципе места хватает три варианта мощностей 240 285 312 лошадей достигается это прошивкой программой программной но он идет с разными коробками крутящий момент меняется то есть коробки идут либо емз 0905 это 240 лошадей емз 11 05 285 лошадей и затев 9 коробка идет с двигателя мощностью 312 поначалу ставили немецкое рулевое управление был переход потом ставили и турецкое рулевое вот она значит черная ставили белорусское рулевое сцепление здесь ставят либо турецкое либо немецкое либо сцепление по моему хаммер есть но мы не не увидим там табличка она спереди я не снять просто ну я все-таки склонен считать что это уже не немецкое рулевое потому что здесь куда белорусская специалисты может быть по внешнему виду пойму здесь карданы уже другие значит если кто помнит карданы разные страны то карданы были значит плоскость соприкосновения была без каких-либо шлицов и значит малейшее какое-то развинчивание болтов оно приводило к тому что собственно его и болты бывало срезала и перегибала здесь значит вот если видно уже шлицы то есть как в хороших иномарках то есть соединение фланцев идет по специальным шлицам то есть крутящий момент он уже не за счет силы трения но помимо силы трения от соединения фланцев он еще передается вот этими зубчиками то есть карданы здесь другие это вот изменения со старым уровнем поскольку увеличили мощность двигателя появилась необходимость увеличивать приятие крутящего момента всей трансмиссии здесь усиленная раздачная коробка стоит ширину зубчатых винцов увеличили где-то немножко металлоконструкцию самой изменили плюс какой еще значит в раздатке управления сейчас повышенное пониженное и включение коробки дополнительного отбора мощности и блокировка идет уже воздухом а не рычагами как раньше из кабины значит на этих машинах еще присутствует блокировка межколесная то есть помимо между силой блокировки присутствует межколесная блокировка вот она тоже вот этот элемент блокировки его видно тоже воздуха вот раньше эта опция была доступна только на военных машинах сейчас ее ставят серийно вот значит вот здесь видно опять же полностью отказались от пневмогидравлических тормозов тормоза сейчас значит пневматические по такой же схеме реализована функция так называемые кленовые кленовое раздвижение колодок на и веках я видел и по-моему на старых магирусах пневматическая система вапка стоит здесь с абсом тоже серийная вот тут блок тормозной вапка стоит тут вы видно это что там с радиатора видимо с охлаждением это все вапка с фильтром входной момент они увеличили в раздатке значит в один на 40 процентов в 1 и 4 раза но здесь вот на картинке может быть видно не видно вот они темным выделили что они усилили в принципе у нас это есть на сайте можно посмотреть ну на 40 процентов входной момент раздатка воспринимает больше чем раз то же самое сделали с редукторами с главными в мостах значит на 40 процентов подняли воспринимаемый момент я честно скажу я значит на урале ездил только в институте только на старом на этом я не ездил в базовой комплектации стоит круиз-контроль есть центральный замок и есть стеклоподъемники вот они стеклоподъемники видно сигнализатор открытого положения дверей рулевая колонка с возможностью регулировки вверх вниз вот она есть хоть она и небольшая но тем не менее раньше не было никакой наружные зеркала идут с подогревом это тоже в базовой комплектации освещение панели можно регулировать но тоже как легковой машине то есть яркость когда темно собственно яркость убавляем в темное время суток когда едем чтобы водителя не слепил и бортовой компьютер магнитола в базовой комплектации можно флешку включать ну это конечно для грузового автомобиля самое главное но тем не менее как сказать все из мелочей складывается это приятная мелочь поскольку здесь кабина унифицирована с газелью собственно все приборы унифицированные с газелью вся приборная панель она рассчитана на 12 вольт здесь и прикуриватель 12 вольтовый то есть ну как бы плюс не с точки зрения курения что можно сюда и значит все все приборы там сотовый телефон раз еще что-то подключать раньше со старым уралом был были проблемы что там 24 вольта надо было тянуть это все из аккумуляторного отсека либо инвертор какой-то ставить здесь вот они 12 вольт хотя вся система остальная помимо кабина она осталась на 24 вольта ниш много да это тоже бардачков тут много всяких много всяких кстати они не такие уж и маленькие достаточно удобно но опять же мелочи но не самое главное для грузовика но приятные водительская система значит сиденья здесь на пневмоподвески вот это тоже что вот вот я показываю цилиндр мы не увидим не водить но вот здесь сиденья стоит хорошая на пневмоподвески но к сожалению завод значит вот на свои бескапотные тягачи просто продолжает ставить значит сиденья без пневмоподвески там пружинный регулятор стоит который к сожалению быстро выходит из строя мы это знаем я думаю они это знают но по какой-то причине они продолжают его ставить ну видимо причина одна причина на сегодня цена здесь стоит как опять же в легковушке фильтр салона пыль глотать уже не надо то есть даже где-то там на карьере машина будет работать по дороге какой-то пыль наехать в салоне будет достаточно хорошо тоже мелочь но приятно противо туманки здесь базовой комплектации и дневные хдвр вот зип лежит здесь в это их манипулятору зип их машине так собрано как пирожки бабушки да я тоже подумал у меня простынка старая старая простынка вот кстати вот тахограф место на тягачах тахограф идет базовой комплектации здесь это поскольку и шасси собиралась здесь топографа нет здесь вот есть разъем для того чтобы его подключить то есть тянуть ничего дополнительно не надо поверьте на слово вот эти сиденья осоришь да вот он от него я сажусь встаю но за мной и все любит любитель там у нас сравнивать с мерседесом с вольво и с маном я вчера писал кому-то отзывы это еще раз говорю мы не спорим что эта машина хуже mercedes мана и вольво хуже по большинству параметров где-то может быть в чем-то даже лучше но по большинству хуже но мы сравним этот урал прежде всего со старым уралом который был который водители знают кого-то там машина сломалась ругается материться присылайте рекламацию свою мы поможем через завод решить вопросы на то сервис гарантия есть они конечно не идеально работают но они работают давай если кто-то не видел еще расскажу моя любимая тема что прошу обратить внимание как сделал вот он шов герметика его видно то есть это уже современное автомобильное производство по типу производства легковых автомобиль вот точно также кабина сделан если она сделана из с технологии оцинковки железа и значит вот вот эти дренажные отверстия вот видно опять вот здесь вот видно вот она они права значит покрыты антикоррозиновым составом вот ну и внутри кабина она я думаю тоже покрыта этим всем добром то есть она прослужит у кого были старые уралы к сожалению ну качеством покраски он не блистал несмотря на то что там в заводе рекламировали катафорезное покрытие вот сейчас кабина приходит с нижнего новгорода уже окрашена красят на том же конвейере что газели газоны вот то есть качество сейчас покраски ну это просто вообще это на порядок другой мне приятно что в данном случае урал становится лучше кстати значит если кто-то задумает купить там урал камаз неважно что звоните в отдел продаж к вот константина про спрашиваете статина можно просто на этом пока все не забывайте подписывайтесь на канал урал спецтранс и задавайте свои вопросы в комментариях вопросы задавайте технического характера и константин про обязательно вам на них ответит всем пока